Начали с того, чем обычно заканчивают вручения наград. Поздравляли и награждали победителей конкурсов, которые пожарные спасатели проводили среди школьников по самым разным направлениям. Были конкурсы рисунков, были конкурсы чтецов. Мы пишем, мы играем, мы посещаем музеи. То есть вообще, в принципе, вот эта акция «Пожарам нет». Это весь комплекс профилактических мероприятий, а это просто апогеи. Здесь подводятся итоги, вручаются победителям награды. И плюс такие вот летние, весенние, прекрасные активности на природе. С каждым разом все больше у нас людей и детей в этом участвует, значит им интересно. Это вот самое главное. А если им интересно, у них это останется до конца жизни. У кого-то поменяется мировоззрение, кто-то для себя сделает определенные выводы. И как бы это ни было удивительно, кто-то еще своим родителям подскажет, тем, которые недополучили вот этого в детстве, как нужно себя вести в определенной ситуации и как нужно содержать свой дом и хозяйство, чтобы там не было пожара. В церемонии награждения весь официоз, в общем, и закончился. Дальше свободный полет, увлекательный и познавательный. Время для него выбрали, считают организаторы, самое подходящее. На носу летние каникулы, с другой стороны, пожарная опасность в лесах растет с каждым днем. Так что лишний раз заострить внимание на том, что спички детям не игрушка, точно не помешает. Впрочем, пожарам нет, это не только о пожарных. Плечом к плечу с ними коллеги по спасению жизни. На стенде тактической медицины рассказывали, какие навыки и какие средства нужны медику на поле боя. Рядом проводили мастер-класс с приемами оказания первой помощи в мирной жизни. Что делать, если потерялся в лесу, тоже проинструктировали. Плюс дали возможность получить первый опыт в ориентировании. В других местах учились пользоваться средствами пожаротушения. Струей воды стреляли на меткость, а вот для работы с огнетушителями требовалась еще и смелость. Огонь для тренировки зажигали самый настоящий.